Врата теней пали, но теневая энергия успела проникнуть в этот мир. Так я оказался здесь. Вначале я был слаб. Вы пытались бороться со мной. Я становился сильнее. Вы пытались контролировать меня. Я обретал новые формы. Вы пытались экспериментировать надо мной. Я узнавал о вас все больше и больше. И вот я обрел сознание. Теперь моя эволюция завершена. Я теневой разум, ваш новый повелитель. Есть ли среди вас тот, кто сравнится со мной? Я так не думаю, но я дам вам шанс. Да начнется теневой турнир. Добро пожаловать на арену. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья. С вами команда DTOL и мы играем в Shadow Fight Arena. Да, дорогие друзья, всем привет. Мы возвращаемся в эту легендарную игру Shadow Fight. И разработчики подготовили для нас арену. Да, ребята, я надеюсь, что нам эта игра должна понравиться, потому что мы все очень любим Shadow Fight. У нас очень много поклонников Shadow Fight 2. Мы играли в Shadow Fight 3. Ну, скажем так, она относительно зашла всем. А вот Shadow Fight Arena это онлайн-PVP-сражение, где можно сражаться с реальными игроками в реальном времени. Вот так вот. Да, ребята, это то, что мы ждали действительно давно уже. И на самом деле мы общались с разработчиками, они нам рассказывали, что грядет, грядет эта самая. Да, вот так вот и она вышла, но вот когда смогли, тогда вам и описали. Давайте посмотрим, что это такое. У нас здесь более упрощенная игра, нежели Shadow Fight 3. И опять же, для большего функционала у нас здесь есть PvP. Так, ну что же, ребята, мы прошли обучение, посражались мы, значит, с компьютером. И, конечно же, самое главное, в ближайшее время мы сейчас отправимся, сразимся в PvP с реальным игроком каким-то. Здесь было предупреждение, что нужно стабильное подключение по сети Wi-Fi. Лучше, не знаю, воткнуть шнур прямо в телефон, если это возможно. Да, ребята, ну, все-таки, опять же, PvP подразумевает, да, хорошее соединение. Мы, кстати говоря, отправляемся в рейтинговый бой чуть-чуть попозже. Сейчас вам покажем, что здесь есть у нас сундучки. Мы открываем сундук, получаем карточки героев. И, естественно, при накоплении можем уже их апнуть, либо открыть. Смотри, кстати говоря, у нас неплохо. Линга мы открыли. И голубишку, смотри, получили. Давай посмотрим по героям, покажем, как выглядит эта менюшка. И мы уже апнули одного героя, но это в рамках обучения было. И вот, смотри, по уровню можно вниз пролистать. Я так понимаю, не отличается исключительно приемами, оружием и способностями. Ну, видимо, да, все на разном оружии, на разной магии. Получается, здесь теневая энергия очень преобладает. И вот плюс, кстати, сейчас можем поднять уровень Кейт. Кейт неплохая, кстати, девчонка. Для этого нужно 100 обычной голды. Да, это не донат валюта. И, кстати, выбрать талант. И у нас, смотрите, ветки талантов. Такие же, как в Shadow Fight 2 и Shadow Fight 3. Мы можем выбрать одно из двух. Либо теневое выжигание забирает больше теневую энергию противника. Либо с начала раунда получает урон. Кстати говоря, это прикольно. Атаки носят много бонусного урона. Ну, давай в солдатскую подготовку пойдем, ребят. Пока что, если честно, тяжело сказать, что будет работать и в будущем. Да и тем более, это Кейт с самого начала. Есть персонаж. Думаю, скоро он будет вообще неактуален. И она. Да, смотри, у нас есть здесь кастомизация. Мы можем выбрать, собственно, ее одежку. Плюс... А скины разные можно. Как играть, видишь? У нас есть, получается, три разных момента, да? Обычный легион, да? Да, обычный легион. Она ликвидатор, да? Специальные солдаты. И, кстати говоря, кстати говоря, что я еще хотел сказать. Здесь есть эмоции. Эмоции. Да ладно. То есть они тоже открываются. Но чуть попозже. И, насколько я видел, у нас еще есть батл пасс, типа. Да, у нас есть так называемый файт пасс в этой игре. Он также будет доступен на третьем уровне. Посмотрим, что это такое. С чем его едят. Плюс здесь у нас есть арена. То есть мы сражаемся. Зарабатываем очки, да? То есть бонусы. Ну, как и в любой игре, ребята, вы понимаете, да, что это такое. Тот же самый Brawl Stars. В зависимости от нашего прогресса, мы получаем вознаграждение определенное. Да, получаем вознаграждение. И в конце, я так и не понимаю, то ли это босс, то ли это крутой перс. В доставке это был... Огромный босс, да? Да, огромный босс. Ребята, как вы помните, мы вообще обожаем эту серию игр в Shadow Fight 2. Мы рубились просто нереальное количество ворона, проходили разные версии. И, конечно же, кто не смотрел наше эпичное и самое топовое видос с Титаном, как мы голыми, просто кулаками его победили. Обязательно его посмотрите. Да, ребята, ролик собрал уже больше четырех миллионов рассмотров. Там есть что посмотреть. Так, а мы отправляемся, наверное, все-таки сейчас в бой, разомнемся, немножечко вспомним, встряхнем стариной, скажем так, вспомним, что у нас там как по управлению. И смотрите, у нас поиск матча идет. Мы на своем аккаунте. И у нас есть три персонажа, которого мы можем... одного из них выбрать в начале. Или нет? Или не выбирается? Да, любого можно выбрать, любого. Но я думаю, что мы начнем с нашего самурая. Да, вот этого, смотри, у нас время дается. Самурая прикольный. Вот у нас и бесенок есть. Бесенок. Или бесенок. Бесенок. Бесит, короче, он меня. Уже сразу. Да, он уже раз бесит, а мы с ним даже не сражались. Хорошо, мы взяли самурая, а он взял кого? Это кто такой? А, это как раз вот это Киба, по-моему, да? Да, 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 это девчонка, девчонка. Давай с самого начала попробуем нанести нормального урона. У нас сразу загорелся крутой супер меч. Самурайчика у нашего есть такая способность. То есть, если мы два раза файтим, да, у нас загорается меч. Но мы все, зажали в угол. Слушай, очень круто. Девять комбо было, но сейчас три пропустили. У нас у бесенка уже есть, кстати говоря, способность вот этой синюшная. Да, теневая есть. Но мы, кажется, задеваем его. Да, мы не даем ему использовать. Мы просто на скиле, ребята, на скиле просто все шедоу-файты прошли вдоль и поперек. Конечно, нам файтимся. Но это начальный, опять же, уровень. Все игроки еще не привыкшие к управлению, не знают, как им и что делать. Мы-то чуть-чуть поднастроились, уже тренировочку подпрошли. Плюс мы играем на компе на клаве. Это дает преимущество определенное. Да, есть небольшое преимущество. Было бы прикольно еще джойстик вы подключите. И не знаю, ребят, кто так экспериментировал. О, да. Это очень круто. Ой, что-то здесь я немножко распорился. Например, гайпаду, джойстик можно подключить. Ох, мне кажется, нам что-то накидывает очень сильно. Да, да, все нормально. Все, сейчас будет хорошо. Сейчас все будет хорошо. Сейчас выйдем, выйдем, выйдем. На ему, смотри. Хорош, очень хорошо, этот парень. Насадили его прям. И теперь у него тянемая способность, так что будь аккуратней. Не, не даем использовать. Он сбил, сбил, к сожалению, нас. Мы его ногой выбиваем. Не даем вставать, а он тоже выбивает нас ногой. Хорошенечко уходим, ребята. Здесь с разворотика хотел дать, но очень долгое с разворота надо ее не использовать. Используем просто обычную атаку. Давай пробуем вверх. Отлично, сбили его способность. Хорошо, хорошо. Идем, идем, нужно добивать. А, у нас же еще, кстати, да, получили голову, но мы здесь начинали не с полных хелсов. То есть, если ты начинаешь с одним персонажем, его хелс остается на том уровне, на котором ты победил, ну, предыдущего персонажа, получается, в предыдущем раунде. То есть, пока все три. Дорогие переносится на следующий бой, поэтому, ребята, если вы победили, имейте в виду, рассчитывайте на то, что запас здоровья ваш не обращает. Смотри, запас здоровья какой у него сейчас. Не, смотри, он подкилился, кстати говоря. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть подкилился. Да, чуть-чуть подкилился, но, кстати говоря, очень плохо. Здесь, оп, ну, видишь, мы добиваем. Кстати говоря, самурай намного быстрее. Вот эта вот девчонка очень долго бьет. Ну, тем не менее, это рыцарши. Мы смогли одолеть самурая, где добить его. Ну да. Засем чуть-чуть жизни оставалось. И нам достается последний противник. Это у нас Томас. Да, это у нас... А у Ли и Майстера, что ли? Ну, типа того, я вот даже не знаю, как с ним файтиться, потому что я привык самураям немножко тащить. Будем ногами его бить. Видишь, тут очень важно, главное... Вот эту технику подкатов, юзайте, мы всегда ее юзали. Бесенок пока что проигрывает. Вот техника подката есть. Мы с ним можем использовать теневую способность. Да, можем, можем. У нас здесь, кстати, очень много... А, у нас одна, да? Это у него много теневой способностей. У него четыре. Ну, давай используем, а что делать? Опа. Ну да. О, ты смотри, как красиво мы теневой добили его, получается. Красота. Очень бодро было. Ребята, круто. Мне нравится эта игра, мне нравится, что можно играть онлайн. И будем дальше пробовать. А вы давайте-ка влепите нам побольше лайков. Да. Ребятки, будет Shadow Fight. Вы очень просили Shadow Fight, но мы очень не хотели уже третий раз начинать проходить Shadow Fight 2. Все просят, пожалуйста, Shadow Fight 2. Классно, классно. Возможно, будут перезаливы с видосиками. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрит, получается, да? А мы вот начнем, наверное, вот такую вот серию прохождений Shadow Fight Arena. Будем расти вместе с вами. Кто еще не играл, давайте начинайте играть. Плюс ко всему, очень интересно, можно ли здесь добавить друзья. Да, друзей. Жилан какой-нибудь, кладовые вороны, например, вести, чтобы было бы прикольно. Да, было бы классно. Вот, не знаю, здесь плюсик какой-то есть, что это такое, у нас интересно. А, это бонусы, здесь можно купить золото, игровой магазин. Акции, есть определенные награды за рекламу, но, как обычно, это у нас получается. И какие-то определенные наборы, да? Да, все верно. Блин, классно было бы, знаешь, проверить PvP. Вот, например, мы с тобой бы добавили друг друга в друзья. И жили, друг друга в другу поиграли, да, например. Было бы круто. И устроить турнир среди подписчиков самого топового, показать это все на стриме даже. И вознаградить. Да, самого топового, ребята, игрока наградить было бы классно. Короче, пишите ваши комменты, нравится вам игра или не нравится. Обязательно, ребята, если нравится, поделитесь со своими друзьями. Мы по вашей активности посмотрим, снимать нам дальше ролики или нет. Так что все зависит от вас. Смотрите, ставьте лайки, и мы с вами скоро увидимся. Да, ребята, вам огромное спасибо за просмотр. До новых встреч в новых видео. Пока. Пока.